всем друзья здравствуйте сегодня мы поехали в город белореченск это краснодарский край коли надо походничий магазин а я заодно мне забежать надо купить чехол для доски гладильной город сам центр заезжать мы не будем а по окраинам проедем так что немножечко покажем город это мы проезжаем поселок родники белореченского района вот здесь такие домики на продажу многие строят дома видите все такие красивые ухоженные домики начали решили заехать на базу этот где чехол мне надо купить там большой магазин такой база эльна много и сантехника в общем все там большой такой вот смотрите белореченский пивоваренный завод здесь делают наше известное белореченское пиво завод это достаточно молодой он открылся летом 2014 года и самое там что главное применяется вода из артезианской скважины для приготовления пива расположен он поселке родники а сами этот поселок славится чистой водой родниковой то есть много источников на крайне вот она база да вот сейчас хотим заехать большая база напольное покрытие обои ковролин окна двери здесь все это я окна нет а дверь точно делаю да на ту базу все кипели мы там быстренько забежали быстренько нашли купила я эту чехолку так сейчас двигаемся дальше это в охотничий магазин находится на казачьем рынке сейчас покажем казачий рынок белореченске такую построили красивую вот наш светофор держит на авто меняем посмотрим что это за рынок казачий мы там уже были это мы едем здесь можно сказать по окраине много вот частного сектора а там уже в центре идут уже многоэтажные дома и уже так более городской вид белореченск сам по себе немаленький здесь около 51 с половиной тысячи жителей основан он город в 1862 году как бы не сильно не молодой вот такой магазинчик мне там ничего интересного машине осталось не нашел в этом магазине куля то что искал в продаже не было но сейчас поедем тут еще есть такой магазин рыбацкий коля там что-то хочет посмотреть себе а дороги то у нас в Адыгее лучше хорошенький такой городок что здесь небо сегодня красиво но на улице прям холодно не знаю рыбалка туризм отдых лодки купил себе тут коля рыболовные снасти какие ему надо и двигаемся сторону дома а это мы проезжаем вот по левую сторону большой тепличный комплекс он прям огромный вот здесь у нас выращивают огурцы и помидоры на редиску наверно тоже ну все друзья мы уже дома распаковала я чехол при помощи яндекс-переводчика перевела что тут написано оказывается он еще идет и как антипригарный материал ну посмотрим в эксплуатации как будет себя вести по размеру мне подошел как раз получился на оборотной стороне вот такой поролончик ну конечно тоненький он поролончик и вот такая канва и внутри этой канвы идет тесемочка тоненькая вот я сейчас его стену вот так вот впереди там идут две веревочки сейчас я покажу вот они они вот такие вот веревочки и там идет ниточка вставлена тоненькая и вот отсюда стягиваю мне такие же чехла не попадались первый раз кстати обычно что там веревочки ну или резиночка так как поролон на новом тоненький поэтому я сделаю прям сверху вот этого старого чехла ну вот в общем как то так вот получилось главное подошло по размеру но расцветка правда не очень нравится ему пойдет друзья помните как-то говорила что пойдем в лес потом когда пролески будут но по местному вот эти цветочки так называются и мы снимем какие там полянки но увы была такая погода что там не пройти не проехать снег и грязь у нас уже видели какая была и вот коли сегодня ходил посмотрите воды меньше не стало там на речке и вот уже они там отцветают маленькие вот такие там уже не полянками уже одиночными но принес вот я вам показываю делюсь с вами вот этой вот красотой принес вот такой мне маленький букетик нежненьких таких цветочков такие вот я посмотрела название цветочки называются прориски или сцила но вот друзья и закончился наш день если понравилось ставьте лайки пишите комментарии подписывайтесь на наш канал ставьте колокольчик чтоб не пропускать видео и с этими цветочками дарим вам весеннее настроение мира и добра